Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 16 марта 2020 года, бурный день, и мы решили посмотреть, как в этот бурный день отработали прогнозы специалистов SwissQuotBank, которые они делают рано утром, что из этих прогнозов отработано, что нет, во что можно войти прямо сейчас. И как вы уже догадались, меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Обзор рынков SwissQuotBank». Давайте посмотрим, как вы каждый день можете начинать свой день с обзоров рынков SwissQuotBank. Это просто. Под главным экраном есть баннер «Обзор рынков SwissQuotBank». Нажимаете на него, попадаете на страничку обзора. Сегодня он называется «Доллар канадский», «Доллар меняет направление вверх». Нажимаем на ссылочку «Русский» и смотрим русскоязычный ежедневный технический обзор рынков. Давайте посмотрим, что у нас евро-доллар, как он виделся с утра, обычайный настрой, видели коллеги, 1.1055 на 1.12. Давайте посмотрим, что у нас по евро-доллару в моменте и была ли эта отметка достигнута. Еврик вырос с утра, 1.12.38 была достигнута отметка. Поздравляем, коллег с очень верным прогнозом, который отработан. Фунт-доллар видели вниз на 1.21.65, коллеги. Смотрим вместе фунтик. 1.21.57, план 1.21.65. Нет, цель не достигнута, но движение в правильном направлении. И то, что сегодня подниму в минусе, я думаю, что дальнейшее движение может быть. Те, кто стоит в этой позиции, я считаю, можно продолжать в ней находиться. Следующий прогноз – доллар, японская иена. 108 видели, коллеги, утром. Давайте смотреть. Ой, не то нажал. Доллар иена. Утром, кстати, она сходила наверх. Давайте посмотрим, какая была отметка. 107.55. 45 пепсов не дошли и обрушились. Наверное, уже этот прогноз отрабатывать не нужно. Я бы, во всяком случае, не входил ни в какую сторону. Доллар, швейцарский франк. 0.94.35, видят коллеги на сегодня. Смотрим франк. Давайте посмотрим, что у нас было в лоях. 0.93.88. Ождали 0.94.35. Прогноз отработан. С чем и поздравляем наших коллег. Дальнейшее движение уже на усмотрение, естественно, каждого трейлера. Доллар, канадский доллар, видят наверх. 1.39.50. Давайте посмотрим, что с ним. Движение было правильным. 1.39.10 было у нас. Ждали 50. Прогноз не отработан. Можно ли стоять наверх под доллару канадцу? Думаю, что да. Думаю, что да. Думаю, что нефтюшка продолжит путь вниз. Поэтому этот прогноз, мне кажется, реалистичным. Далее, коллеги. Австралийский доллар, доллар. Видели, коллеги, утром его наверх. 0.63. По факту он ударился наверху в 0.62.11. Дальше не пошел. Снизился. Сейчас стоит на открытии. Абсолютная непонятка. Каждый решайте сами. Я бы не входил. Сегодня, во всяком случае, доллар. Турецкая лира 6.36.90. Видят, коллеги, утром. Сейчас по факту мы видим 6.37.97. Прогноз давно исполнился. Что делать дальше, думаем сами. Поздравляем, коллег, с реализацией прогноза. Такс. Видели вниз, коллеги, на 83.30. 8.000. Уже непривычно по ДАКСу 8.000 озвучивать. Это достаточно давно было. 8.409. Друзья, не пробили. Дальше остановились. Торгуемся. Ну, что сказать. Мне кажется, пойдет ниже. Во всяком случае, я вполне допускаю отработку прогноза вниз. До уровня 8330. СНП-500. Ждали, коллеги, на отметку 2480. Напомню всем, что СНП-500 лег на планку по второго ночи по Москве. Разморозится планка в 16.30 по Москве. Когда начнет торговать в Нью-Йорк. Планка. Да, давайте вернемся на день. И отметим нижнюю точку дня, куда его, так сказать, допустили. 2567. Что произойдет после разморозки? Можем ли мы увидеть 2480? Я считаю, что да. Да. Конечно, мы это обсуждали сегодня, что могут быть приняты меры какие-то. Какая-то ликвидность. Может быть и планку. Может вообще торги не откроют. Мы селевые коровины обсуждали. То есть разные могут быть меры приняты. Но если отпускает рынок, да, он пройти вниз может. Может. Поймали его достаточно рано. Достаточно быстро. Ну, скажем, повторить нижнюю границу 2.394, которая была в пятницу. Не повторить эту нижнюю отметку. Вполне. Вполне. Вполне может быть себе. Так что, да, внимательно в 16.30 наблюдаем за действиями американской стороны. Золото, друзья. 1504 вниз. Ждут резко золото, коллеги. Оно вниз сегодня сходило. Давайте смотреть, показало ли оно. 1512. В моменте был лой. Еще 8 долларов можно ожидать вниз. Да. Во всяком случае, кто стоит в продажах золота, я бы не разворачивался. Это вполне легитимная цель с учетом происходящих событий. Серебро. 14.04 видели коллеги. Ну, серебро у нас на глазах с вами ударилось внизу. 12.58. Прогноз реализован. Поздравляем коллег по серебру. Они прекрасно сработали. Я бы не ожидал, вот утром я бы не ожидал такой глубокой просадки. Вообще фантастика какая-то. Но какая у нас получилась просадка по сегодняшнему дню? Давайте вместе посмотрим. Это была просадка. Слушайте, я даже не могу поверить. С уровня 14 получается. 2 доллара 18 центов. Для серебра это крайне редкое событие. 2 доллара 18 центов снижения. Сейчас несколько отбились, но прогноз уже реализован. Так что поздравляем специалистов средств от банка. И сырая нефть, друзья. 29.75 ждут у WTI коллеги. Смотрим с вами WTI. Напомню, апрельский контракт у нас. Сегодня лой был 29.68. 29.65 отработано. 68 касались, ну в смысле били. Да, все получается, прогноз реализован. Что дальше? Давайте посмотрим часовой график. Что дальше? Ну это будем отдельно думать. Мы сейчас обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем прогноз свиствод банка. И здесь в этой части отмечаем, что он уже отработан. Ну что, коллеги, вот так выглядит прогноз свиствод банка на сегодня утренний. Я поздравляю специалистов, кто бы его готовил. Спасибо, что перевели. Вот. Очень многие прогнозы обработали. Особенно даже по серебру, даже казалось бы, такой резкий, очень глубокий прогноз. И кто отработал, посмотрите, как замечательно. Поэтому всех приглашаю смотреть обзоры свиствод банка в 7.30 утра и учитывать их в своей работе. Спасибо, друзья, за участие в этом эфире. Всем хорошего дня и успешной торговли. Спасибо.